Приветствую гостей и подписчиков канала. Женские хоккейные баталии вовсю кипят на Олимпиаде в Пекине, и вот уже в двух группах проводятся предпоследние матчи на стадии группового этапа. Завтра доведется сыграть свои третьи встречи четырем командам из сильнейшей группы. Сначала в 07.10 по Москве состоится классика мирового хоккея. Женская сборная России сыграет с канадскими хоккеистками. Возможно кто-либо скептически заметит, что никакой классикой здесь не пахнет, и будет очередная голевая феерия от канадок, которая наблюдалась в первых двух сыгранных матчах. Напомню сборная Канады переиграла сборные Швейцарии и Финляндии со счетом 12-1 и 11-1 соответственно. Но думаю переживать заранее по поводу исхода завтрашнего матча не стоит, ведь даже в своем ослабленном составе сборная наверняка постарается показать красивый хоккей с несомненными фаворитками этой встречи. Не секрет, что ситуация в нашей сборной довольно сложная, вследствие выбывания из-за коронавируса Елены Дергачевой, пришлось вынуждено задействовать в матче с американками Ангелину Гончаренко. Об этом посетовал главный тренер женской сборной Евгений Бабарико. Он также пояснил, что ранее заболевшие COVID-19 спортсменки будут после выздоровления по возможности включены в состав команды. Также он пояснил вынужденную игру от обороны в предыдущем матче с американками, которые россиянки проиграли со счетом 0-5. Класс команд конечно разный, но по словам главного тренера команды игроки женской сборной старались в матче и моментами показывали неплохой хоккей. Жаль, но дело не дошло до заброшенных шайб. Поставленная задача перед женской сборной не перестает от этого быть актуальной. Как пояснил Евгений Викторович Бабарико, команда приехала на Олимпиаду за медалью. Понятно какая это может быть медаль. Во втором матче нашей группы в 16.10 по Москве сыграют наши потенциальные конкурентки за бронзу. Это сборные Швейцарии и Финляндии. Именно с финской сборной нам доведется сыграть заключительный матч на групповом этапе. Он пройдет 8 февраля в 16.10 по Москве. Мы пока идем на третьем месте с тремя очками в активе. У канадок и американок по 6 очков. Нет очков у сборных Финляндии и Швейцарии. Сейчас проходит встреча между сборными Швейцарии и США. Успехов и удачи российским хоккеисткам в завтрашнем нелегком матче. С уважением Ренат.